Общественность продолжает обсуждать трагедию Долера. Можно ли было избежать беды? Вот с такой паузой хочется задать этот вопрос. Да, дело очень печальное, ситуация очень трагическая. Даже не знаешь, кому и соболезнования высказать в данной ситуации, когда мальчишка оказался один на один со своей трагедией, со своей бедой. Можно ли было избежать? Наверное, каждый задает себе этот вопрос. Я надеюсь, что задают этот вопрос себе и представители органов власти, непосредственно тех, кто должен был позаботиться о том, чтобы у ребенка, от которого отказалась мама и папа тоже, в местах не столь удаленных была налажена жизнь, быт, и он вырос замечательным человеком, гражданином. Я думаю, что трудно судить, трудно давать оценку действиям либо бездействиям органов опеки и попечительства. Но, тем не менее, если бы каждый проявил чуть больше внимания к этой семье, к этому мальчику, к многодетной семье, представляете, трое своих детей и трое опекаемых. То есть многодетная семья. Мальчик полгода не выходит на улицу. Может быть, соседи бы задали такой вопрос. Мальчик перестал ходить в детский сад. Может быть, воспитатель тоже задала бы какой-то вопрос или уточнила. Звонили ли или нет органов? Да, ведь у кого-то говорила, все в порядке. Да. Ну, вы понимаете, вот вы спросили, как можно было сбежать. Я думаю, что если бы кто-то не поверил на слово, но решил удостовериться, как говорится, в данной ситуации лучше перебдеть. Извините за такую фразу. Может быть, тогда мальчишка был жив. Но, видите, это тоже трудно людей в этом обвинять, потому что человек, который, так называемая мама, опекун, которая взяла на себя такие обязательства, она же, наверное, ничем не вызывала таких сомнений. Она сама мать, у нее трое своих детей. Она уже опекун со стажем, прошла школу приемных родителей. С ней разговаривали. То есть она действительно производила впечатление психически здорового, хорошего человека, мамы заботливой. Поэтому вот я не знаю, как эту конкретно ситуацию можно было избежать. Потому что таких... Ну, как минимум, вы уже это отметили, вниманием к каждому ребенку. Да, но полгода ребенка нигде нет. Можно было бы задать вопрос. Ну, хоть кто-то. Просто не оказалось никого, кому бы этот ребенок был дорог. После этой ситуации Госдума планирует изменить закон об опекунстве. О опекунстве ужесточить. Хочется это отметить. Речь идет об изменении системы подготовки опекунов. Как думаете, может ли это решить будущий конфликт, который, возможно, будет продолжаться? Ну, конечно, какие-то ситуации при введении каких-то новых фильтров, для того, чтобы в систему опекунства не попадали психически больные люди, либо садисты, либо вообще какие-то нездоровые, либо какие-то амбиции свои тешущие, либо вообще просто зарабатывающие деньги на этой теме, тоже такие. Многие берут детей под опеку. Ну, конечно, конечно. Ну, просто, понимаете, не хочется после этой ситуации громкой обвинять тех, кто действительно этим занимается от души, от чистого сердца. Любви. Да, ну, других опекунов, которые, ну, искренне просто тоже поражены такой жестокостью. Не уверена, что ужесточение и какие-то наказания, ужесточение и наказания, они как-то влияют на ситуацию. Но, тем не менее, наверное, какие-то новые фильтры, может быть, даже какие-то справки от психиатра, ведь мы же, когда на права сдаем, мы же сдаем такие, понимаете? А тут ты берешь управлять жизнью ребенка. То есть, наверное, к тебе должны быть более пристальные какие-то. Не только школу опекунов ты пройти должен. Но давайте мы еще на такой вопрос я подвешу. А в кровных семьях у нас дети не погибают, кровные родители не издеваются, не убивают своих детей, не причиняют им вред. Ну, тогда давайте мы подумаем и о том, чтобы всех родителей, может быть, как-то учить, проверять. Вот кто-то об этом задумывался или нет? Даже проходить школу подготовки. Ну, вообще-то быть родителем – это тяжелый труд. Это сколько знаний ты должен иметь. Конечно, конечно. А у нас тоже вот, понимаете, такая ситуация. Всех не проверишь. Не получается ли так, что у нас новые законы, ужесточение законов происходит только после того, как что-то трагичное, к сожалению, уже случилось, произошло? Но, к сожалению, именно так и происходит. Мы всегда тушим пожары, и это очень печально. Вернемся в реалии. Как сейчас происходит контроль над опекунами? На самом деле все четко прописано. Я считаю, что достаточно исчерпывающий регламент изложен в федеральных законах, которые регламентируют деятельность, повторюсь, в органах опеки и попечительства. Там все прописано. Во-первых, как можно стать опекуном, там вот эти определенные условия. Отсутствие судимости, прохождение школы приемных родителей и так далее, и так далее. Ну, кроме того, что там человек должен работать, иметь место, где ребенок может жить, чтобы у него было... Там очень много, поэтому не будем в это углубляться. Но проверки тоже регламентированы. Если ребенка первый месяц ты содержишь у себя как опекун, то, ну вот, ежемесячно, да? Потом все реже и реже. Потом раз в три месяца, а уже если год и два и более, то раз в полгода. И вот как раз с Далером как раз случилась именно такая ситуация, когда выходили органы опеки, после чего, видимо, с ним случилась какая-то трагедия. И вот полугодовалый срок истекал, и нужно снова выходить органам опеки, и мама заявила, что мальчик обижал. Да, то есть тут трагическое, видимо, истечение обстоятельств. Что должен знать и понимать родитель, который хочет стать опекуном? Мы не берем ситуацию в корыстных целях, естественно. Мы говорим по любви, с нежностью, с заботой родительской. Ну, я думаю, во-первых, что должен понимать такой родитель, что быть родителем вообще непросто, а быть родителем ребенка, историю которого ты не знаешь, или ты точно знаешь, что с ним происходило что-то страшное. Ну, не зря же, наверное, лишили его родителей родительских, ну, родительства. Поэтому должен понимать, что это могут быть какие-то заболевания, может быть какой-то очень тяжелый бэкграунд за ребенком, и потребуется очень много терпения и любви. Ну, и также нужно быть готовым к тому, что органы опеки и попечительства всегда будут звонить, спрашивать и даже требовать отчеты за ваши финансовые траты на ребенка. Да, то есть, ну, быть готовым, это очень непросто, это очень непросто. Сейчас время летних каникул, хочется эту тему тоже немножко затронуть. Многие родители на работе, дети остаются одни дома. Как избежать трагедий в собственной квартире? Да, к сожалению, работающие родители очень часто сталкиваются с тем, что нужно оставить, бывает так, что ребенка одного. Ну, во-первых, психологи не рекомендуют оставлять малолетних детей одних в любом случае. О каком возрасте мы сейчас говорим? Ну, это младше 12-14 лет, но есть дети, которые так, самостоятельные, мы их подготовили, да. Ну, в 7 лет некоторые даже сами ходят в школу, сами себе собирают портфель. То есть тут нужно посмотреть на психологическую готовность ребенка быть самостоятельным. Ну, наверное, младше 7 лет-то точно не нужно, потому что мало жизненного опыта, и ребенок не может отреагировать на какую-то ситуацию, которая может произойти. Ну, во-первых, он может просто заскучать по маме, да, и начать выглядывать из окна, или открывать дверь, или выходить куда-то на ее поиски. То есть это, на самом деле, очень, ну, дети, они непредсказуемые. Поэтому, конечно же, если вам нужно оставить ребенка одного, ну, такая ситуация, то вы с ним должны проговорить правила, которые он должен соблюдать, когда вас не будет. Ну, конечно, проговорить не за 5 минут, когда вот сейчас я ухожу, и вот давай садись, деточка, я сейчас тебе все это расскажу, он просто не в состоянии это все запомнить. Конечно же, это нужно делать постепенно. То есть приучайте ребенка к тому, чтобы он оставался один, если это требуется. Ну, желательно, конечно, все-таки, ну, кто бы, бабушки, дедушки, не знаю, там, прабабушки, прадедушки, чтобы кто-то был. Кстати, малолетние дети, они тоже не считаются взрослыми, поэтому если с ребенком что-то случится, это не значит, что вы его не оставили в безопасном положении. То есть дети не могут от других детей отвечать. Очень хочется задать еще десятки вопросов про детскую безопасность, но, к сожалению, у нас время заканчивается, поэтому хочется короткий ликбез, может быть, для родителей, советы, рекомендации ваши, как обезопасить ребенка в летнее время. Ну, тогда прям короткие ответы, да. Если ребенок остается один дома, проверьте, чтобы все лекарства, вся бытовая техника была закрыта и недоступна для ребенка. Все окна у вас закрыты, зафиксированы, и ребенок не может их открыть сам. Убедитесь, что он умеет открывать дверь на случай, если случится пожар. Он знает, как позвонить. И куда позвонить. И куда позвонить, как сказать, куда приехать, знать свой адрес. Если вы едете на своем автомобиле с ребенком, обязательно он должен быть в удерживающем устройстве, в так называемом детском кресле, пристегнут, и вы должны, конечно, соблюдать скоростной режим, потому что самое большое количество гибели и травматизма детей, это когда они пассажиры в машинах своих родителей. То есть, помните, дети смотрят на нас, они не слушают нас, они повторяют ровно то, что мы делаем. Если мы нарушаем правила дорожного движения, если мы суетимся, неправильно реагируем, извините, купаемся в неположенных местах тоже, да, наверное, проблема. Ну, то и дети также будут поступать. Для зрителей напомню, в акценте была председатель Свердловского областного родительского комитета Людмила Золотницкая. Я на этом с вами прощаюсь. До встречи в эфире.